Обеспеченность средствами индивидуальной защиты врачей и оказание плановой медицинской помощи. Эти вопросы стали главными на онлайн-совещании главы округа с работниками учреждений здравоохранения Люберец. Говорю всем нашим врачам, докторам, всему медицинскому персоналу огромное спасибо за работу, такую каждодневную, ежечасную, потому что на самом деле мы сегодня на переднем фронте. В начале онлайн-конференции глава округа выразил признательность всем медицинским работникам. Далее обсудили работу нового ковид-центра в Краскове и обеспечение лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, оно у нас осуществляется в основном через оба медсервис, но и по собственным контрактам. Проблем со средствами защиты у нас нет. Еще один актуальный вопрос – своевременное начисление стимулирующих выплат медикам в период пандемии. По словам руководства Люберецкой областной больницы, с этим проблем больше нет. Положенные надбавки медработникам выплачены полностью. По 484-му постановлению у нас количество получателей составило 509 человек на общую сумму 29 млн 577 тысяч. По 415-му постановлению количество получателей 1490 человек на общую сумму 26 млн 14 тысяч. На встрече также обсудили режим работы подразделений больницы. В поликлинике возобновили плановый прием пациентов. Уже сейчас можно записаться к стоматологу, терапевту, хирургу, неврологу, кардиологу и эндокринологу. Но по мнению властей этого мало. У нас есть больные онкологии, которые требуют оперативного вмешательства со стороны урологии. И вот такие отделения, как гинекология, урология, конечно, нам по какому-то количеству бы коек в плановом режиме необходимо было бы открыть. Правда, попасть к специалистам стало сложнее. Порядок приема пациентов изменился. Теперь медикам нужно время, чтобы после каждого посещения продезинфицировать кабинеты. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.